В 26-м уроке по редактору Brackets мы с вами разберем плагин, который автоматически добавляет префиксы к необходимым стилям вашего сайта. Итак, зайдем в менеджер и здесь установим плагин под названием AutoPrefix. Так, у меня тут что-то выползло. AutoPrefix. Ну, в общем, вот. Вот так он называется. Жмем «Установить» и происходит установка на наш редактор. Отлично. Теперь мы все это дело закрываем. И смотрите, ну, давайте покажем на примере тега H1. У меня там в конце специальный стиль под него есть. И здесь смотрите, что я добавляю. Ну, какое-нибудь новое свойство. Давайте Transform добавим, Rotate и повернем его на 3 градуса в обратную сторону. Вот что в итоге у нас получается. Видите, да? Теперь смотрите. Я выделяю нужное мне свойство. Иду в правку и здесь выбираю «Добавить префикс для выделенного фрагмента». Щелк. И видим, вот у меня добавились префиксы. Раз. Префикс. Два. Префикс. Видим. И само свойство. Иначе можно работать следующим способом. Например, у нас есть вот такое свойство. И здесь в правке мы указываем «Добавлять префиксы при сохранении файла». Жмем. И теперь смотрите. Я сохраняю файл. Ctrl-S. Жму. И у меня автоматически сами по себе добавляются вот эти префиксы ко всем необходимым свойствам на нашем CSS документе. Однако есть один маленький глюк. Смотрите. Вот здесь, например, тоже добавились префиксы. Хотя они тут нам не нужны. Почему? Потому что они здесь выше видим. То есть они тут повторяются. Но это такой, так сказать, неудачный глюк. Думаю, что со временем разработчики его исправят. В принципе, на этом все, что я хотел вам сказать. Переходим к следующему занятию.